Железная дорога Молдовы первая. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы она была разделена на три госпредприятия. И даже нужно отдать должное космонавту Мишу Гимпу. Я попросил встречу с ним при Урикяне. Это была их первая коалиция, у меня не было в политике. И я просто как бизнесмен убедил его, что то, что сделали в Румынию, и вот как накрылась медным тазом железная дорога Румынии, так же накроется наша. Они же как хотят? Отдельно инфраструктуру, госпредприятия, то есть все вокзалы, вся инфраструктура. Что было, что пиздить, Андрей исполнил, по-простому. Вторая, пассажирская, то есть убыточная, которая только дотация государства. И управленческая компания. То есть грузовые, пассажирские я сказал, инфраструктуру сказал, управленческая. Значит, и грузовые. Ребят, это как система водопровода, канализации, по-простому. Во всех странах мира убытки на пассажирских перевозках перекрываются за счет грузовых. Сегодня я не видел ничего для того, чтобы увеличивали, не то, что увеличивали транзит груза, хотя бы лишь бы к чему-нибудь вернуться. Поэтому этого не нужно допускать и самое главное. Уважаемые железнодорожники, железную дорогу грабили 30 лет. У них ушло на то, чтобы разграбить одно из мощнейших государственных предприятий в стране. И неважно, грабили его, покупая по завышенным ценам запчасти, распиливая на то, что еще могло бы быть использовано, на металлолом. Там воровали при всех властях. Но никто никогда не грел, что железной дороге нужно как капельницу. Знаете, вот больному ставят капельницу, потому что таблетками уже не поможешь. Вот так сегодня просто руководство не поможет. Там нужно серьезное вмешательство государства. И так как сегодня из бюджета, то есть, сука, не находят 9 тысяч членозаключенного в месяц на содержание в тюрьме, а на железную дорогу у нас опять нет. Парадокс? Парадокс. Поэтому, ребят, власть должна уйти, железная дорога должна остаться одним предприятием, без всяких разделений внутри государственной компании. И в трудную минуту, это сегодня, можно сказать, больное просто раком предприятие, то есть, там раковая опухоль и бестолковые некоторые руководители, коррупция там все вместе. Значит, у нас есть еще потенциал, есть откуда идти вперед. Но сегодня этим не то, что, вот, ребят, построите новую колею европейскую. Если вас так беспокоит советская, как многие из них кричат. Но я хочу вам сказать, что некоторые члены НАТО, прибалтийские страны, там, чтобы вы понимали, колея 15-20, еще со времен Петра Первого. Это так, для некоторых идиотов, которые думают, что раз Европа, это все. Сделайте параллельно другую. А вы не в состоянии ни другую сделать, ни эту привести в порядок.